День космонавтики отмечают сегодня в России. 12 апреля 1961 года наш национальный герой Юрий Гагарин совершил первый космический полет на корабле «Восток». Вот так выглядят разные уголки нашей планеты из космоса. Фотографии, которые вы видите на своих экранах, сделал последователь Гагарина, россиянин Олег Артемьев. Свой профессиональный праздник он и его коллега Антон Шкаплеров отмечают на борту Международной космической станции, которой в этом году исполняется 20 лет. Друзья, с праздником! Отличное настроение и новых космических высот! Космонавты Роскосмоса, командир экипажа 55-й экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев. Кстати, Олег Артемьев бывал в нашем городе в составе делегации из Байконура. Космонавты общались со школьниками, журналистами, принимали участие в городских мероприятиях, спортивных состязаниях. А начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса Сергей Семченко – вообще частый гость оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина, где создан Космический музей. И сегодня поздравления всем космонавтам 54-й и 55-й долговременных экспедиций МКС в лице Антона Шкаплерова и Олега Артемьева передают общественное объединение «Фаворит Выборг», депутатский корпус «Духовенство». Дорогие Антона и Олега, я поздравляю со светлым праздником Воскресения Христова. Христос Воскресе! От Каневской братьев вам поклон и благословение в вашем нелегком труде. Антон, Андрей, привет Земли! Надеюсь, что хоть когда-нибудь меня туда с собой возьмете. Поздравляю с Днем Космонавтики, ждем вас на Земле и с удовольствием приедем на спуск уже и поддержим вас. Кстати, Выборг не только наблюдал за космическими достижениями нашей страны, но и принимал в них участие. На ВСЗ строили платформу «Морской старт». В Приморске собирали ракетные двигатели. Страницы истории отечественной космонавтики сегодня листали в школе номер 8. Там прошел гагаринский урок. Школьники перевоплотились физиков, историков, астрономов и инженеров космической техники и рассказали своим сверстникам, когда человеку впервые удалось преодолеть земное притяжение. Каким требованием должен отвечать космонавт и что чувствует человек, находясь в состоянии невесомости. Сегодня в День Космонавтики мы поздравляем ученых, инженеров и всех, кто когда-либо работал в космической отрасли.